Приветствую вас Андрей. В первую очередь хочется вам сказать примерно следующее, что если так сложилось, что вы оказались в этой ситуации, ну в такой ситуации, которую вы описываете, если так сложилось у вас, то это значит, что где-то вы, ну, я бы сказал, себя предали, возможно, где-то вы себя проигнорировали, где-то вы действовали не в контакте с самим собой, раз такая ситуация произошла, потому что, ну, в теории вы могли и поругаться, с коллегой в теории вы могли и относиться спокойно к ее поведению, к ее словам, к ее действиям, вот. То есть, в принципе, тут все зависит исключительно от вас, от вашего желания, здесь все зависит на мой взгляд. Но у меня такое ощущение, складывается, что вы как будто сами не знаете, что вам нужно, как будто вы сами теряетесь в догадках. Сомневаетесь в том, что вы хотите, понимаете, как поступать и это, в общем, и цело. Понятно. Хоть это и не решает проблему, вашу, вашу проблему, хоть это и не решает ее. Но, тем не менее, хоть это и не решает проблему, я бы сказал, я бы сказал, что это очень неплохой признак. Признак, признак того, что сейчас вы находитесь на определенном распутье. Сейчас вы находитесь в определенном, я бы сказал, кризисе и этот самый кризис он, ну, в какой-то степени по вам бьет. Потому что вы по факту, вы не получаете того, что хотите, вы не получаете того, что вам нужно. У вас не получается достичь того уровня, может быть, гармонии того уровня. Которого вы хотите получить. И эта позиция, она понятна, потому что вы себя не слышите, вы себя не ощущаете. Вот, ну, этому вас, что важно, этому вас можно научить. Вопрос только о том, хотите ли вы этому учиться. Интересно ли вам этому учиться. Вот в чем, на мой взгляд, вопрос. Потому что, если вам интересно, если вам интересно, например, в себе разбираться, если вам интересно, например, себя исследовать. Допустим, если вам интересно, ну, исследовать то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете. Например, то это здорово. Это здорово. Это здорово. Но если нет, если вам это, если вас это не очень интересует, то, в таком случае, это уже вопрос для психотерапии. Как раз таки. Это вопрос для того, чтобы вам заняться психотерапией. Чтобы, чтобы его, чтобы вам преследовать себя. Чтобы вам лучше себя понять. Необходимо научиться, как мне кажется, реагировать на этого человека. Я имею в виду. Эту женщину. Эту женщину. необходимо реагировать на нее. Эту женщину. Эм. Ну. Таким образом. Как хочется. вас. То есть, не так вот, чтобы вы, вы старались реагировать. Как нужно. Особо реагировать так, как хочется вам. Эм. Я думаю, вам будет, может быть, сложно в это поверить. Но, научившись реагировать более естественно, вы не захотите ее оскорблять, не захотите ее унижать. Вам этого всего делать не захочется. Вот. А тут, конечно, есть нюансы, предусловно. То есть, я имею в виду, что нюансы в том, например, что вы можете немножко адаптироваться к этой истории. Ну, то есть, привыкать. Но, в целом, здесь позиция, как мне кажется, вполне. Очевидно, что это вот позиция такая, что вам нужно научиться себя слышать. Пока что вы себя не слышите и не ощущаете. Вот. И вот то, что, грубо говоря, то, что вы наорали на женщину, судя-то, судя-то, судя-то о том, что вы себя, ну, словно говоря, отпустили, пропустили где-то. Где-то сюда. То есть, вы где-то вот упустили момент, где вам хотелось как-то вот себя проявить выявить, а вы это проявили. И потом вы за это, ну, расплачились, конечно. Вот. Ну, вы за это расплачились, и расплачились вы за это своими ну, своими нервами. Вот. Ну, своим взрывом таким, да, вот это, наверное, было бы правильно сказать. Вот. Ну, я не считаю, что то, что вы сделали, это ужасно. Вот. Я так не считаю. Я думаю, что просто это, ну, как бы, это не совсем вы, я думаю. Вот. Я больше склонен думать, что это не вы. Я больше склонен думать, что вы сами, ну, сами по себе, вы немножко другой человек, мне кажется, более такой, может быть, ну, более спокойный, может быть, более уравновешенный, может быть, более сохраняющий контроль над собой. Вот. Ну, хорошо ли это для вас? И насколько этот контроль действительно оказывает вам плюсы, да, насколько этот контроль действительно дает вам что-то позитивное? И вот, как мне кажется, довольно большой вопрос, потому что мне, опять же, мне так кажется, что вам это, ну, далеко не всегда идет на пользу. То есть, то, что вы, вот, ну, пытаетесь, например, контролировать многие вещи, то, что вы пытаетесь себя контролировать, то, что вы, вот, ну, как-то думаете, что есть какой-то, там, идеальный способ, идеальная модель поведения, или поведение, который избавит вас от проблем, ну, нет, такого способа нет. Вот, и злиться, например, на человека, который ведет себя, вот, таким образом, да, как ведет себя эта женщина, понимая свою безнаказанность, вот. Ну, это нормально, злиться на ничего не делать, это норма, вот. Если бы вы, если бы вы не злились, я бы сказал, что есть повод для, ну, для волнения. Так, вы злились и, в принципе, я считаю, что здесь все хорошо. Ну, то есть, я считаю, что вы должны, должны злиться на это, должны испытывать какие-то переживания, должны, эээ, какие-то чувства проявлять. Вот, ну, вам, ну, вам нужно, ээ, научиться, эээ, с этими чувствами обращаться. Вот, чтобы это не воспринималось, например, с другими людьми, как, как агрессия, чтобы это не воспринималось с другими людьми, как что-то негативное. Чтобы это не воспринималось с другими людьми, эээ, как-нибудь, эээ, так, как вам не хочется. Чтобы, вот, основная задача, чтобы это воспринималось с людьми так, как хотите вы. Эээ, если как-то вы не хотите, чтобы это, эээ, чтобы это, эээ, чтобы это, эээ, чтобы это так людьми не воспринималось. Короче говоря, у вас был больше контроля. Чтобы, ну, чтобы, чтобы у вас, эээ, было больше контроля. Вот это, эээ, да, на мой взгляд, эээ, задача, которую, ну, должен, ээээ, как мне кажется, ээээ, помочь вам, эээ, решить, ээээ, психо. Так вот, это дает раз, как, 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 как мне кажется. Это,эээ, опять же, второй старт, я тут не уверен. Ээээ... Пока, это,эээ... То только, эээ... Ну, мое предположение. Пока только. Вот. Я не берусь отворчатки. Наверняка. То, что я говорю. Это,эээ... Ну, мои, ну, эээ... Вполне могут быть мое имя просто Дом и Зона, в Матвейстане. Поэтому я хочу, чтобы вы имели это ввиду. Вот, в принципе, такой ответ я могу вам дать со своей вот с позиции, с позиции психолога, с позиции психотерапии и так далее. Вот, я могу лишь только надеяться, что вам это было полезно. Я могу лишь только надеяться, что вам это было интересно. Могу лишь только надеяться на то, что вы формируете некоторую обратную сайт, которая позволит вам начать процесс изменения себя. Не нужно искать какие-либо советы по той простой причине, что они не дадут вам ничего. Вы просто попадете в ту же самую петлю, что и сейчас. Замышленные дадут вам совет, к примеру. Я дадут вам совет, вы его подключитесь, но дальше вам потребуется еще один совет. Вот, и так, в принципе, может быть, легко добиться, конечно-то. Вот. Поэтому мне кажется, мне кажется, что... Реально решить, решить проблему можно только если обращаться внимательно не на советы, вот, которых может быть сколько угодно много, а именно на себя, вот. Именно на свои ощущения, на свои реакции, на то, что вам хочется, ну и так далее. Вот. Такой ответ я могу вам дать. В этом все. Удачи вам. Самого доброго. Я надеюсь, что ответ мой даст вам необходимую пищу для обратной связи. И вы начнете меняться. И процесс этот будет интересным и увлекательным.